Добрый вечер, хорошие мои девочки и мальчики! Сегодня вы узнаете, чем же закончился переполох в огороде, как сажали картошку Петсон и Финдус. Итак, усаживайтесь поудобнее, дорогие друзья, и слушайте. Финдус проснулся и вскочил на лапы. Кажется, он слышал кудахтанье. Как? Неужели уже светло? Неужели наступило завтра? Котенок выглянул в окно. Помогите! Скорей греметь, светить и дергать! Петсон, проснись! Они хотят затоптать мою тефтельку! Петсон чуть не выпал из окна. В чем дело? Лиса? Ну нет, это была не лиса! Петсон выбежал в огород с метлой в руках. В саду было полно коров. По меньшей мере, штук шесть. Они гуляли по грядкам, клумбам и кустам малины. Как вы сюда попали? Закричал Петсон. Сейчас же уходите! Вы же мне весь сад вытопчете! Они погубят наших червяков! Завопили куры. Прогони их! Прогони их! Но коровы совершенно не понимали, почему какой-то человек бегает вокруг них и так шумит. Не трогайте мои цветы! Уходите туда, откуда пришли! Это мой огород! Нечего вам тут делать! Кричал Петсон, пытаясь прогнать коров. Финдус и куры помогали хозяину. Но прогнать шестерых коров не так-то просто. Прошло минут пятнадцать, но коровы все еще оставались в огороде. Грядки были окончательно затоптаны. Так дело не пойдет, вздохнул Петсон. Мне нужна помощь. Это коровы Андерсона. А раз так, то пусть он их сам отсюда и забирает. Вы, глупые коровы, глупые и любопытные! Ничего не понимаете! Голосил во все горло котенок. Вот-вот! Пробормотал Петсон. Глупые и любопытные! И он отправился будить своего соседа Андерсона. Но тут ему в голову пришла одна мысль, и он остановился, как вкопанный. Если они такие глупые и любопытные, мы наверняка сможем обмануть их. Мне кажется, я знаю, как это сделать. А коровы по-прежнему спокойно стояли и смотрели своими большими глазами на Петсона, Финдуса и Кур, которые вдруг все вместе отправились на кухню. Потом коровам стало интересно, что там происходит. И они тоже двинулись к дому. Петсон и Кур и Кур вышли на крыльцо очень довольные. «Дорогие дамы!» – торжественно обратился к коровам Петсон. «Позвольте вам представить блуждающий пакетик!» Куры зааплодировали, а коровы уставились на бумажный пакет, который спускался по ступенькам. Пакетик медленно побрел в огород и остановился. Коровы удивленно смотрели ему вслед. Ничего подобного они раньше не видели. И вдруг пакетик зазвенел в точности, как звенят колокольчики, которые висят на шее у коров. Куры подбежали к пакетику и дружно закудахтали. «Что бы это могло быть? Интересно, кто, кто, кто это там?» – спрашивали они друг друга, поглядывая на коров. Сгорая от любопытства, коровы потянулись к пакету. Им было ужасно любопытно, почему он шевелится и звенит. Но как только они приблизились, пакетик убежал на другой конец лужайки. Коровы остановились. Им нужно было сначала понять, что произошло. Но как только колокольчик зазвенел, они снова тронулись с места. Куры и Петсон за ними. Чем быстрее двигался пакетик, тем быстрее бежали коровы. «Смотрите, он уже за оградой. Динь! А вот и пастбище». Когда коровы ушли, Петсон починил забор. Финдус сбросил пакет и побежал домой. Коровы смотрели на него и ничего не могли понять. «Хватит с меня неприятностей на сегодня», – сказал Петсон. «Надеюсь, больше ничего не случится. Я пошел спать. А завтра обойду всех соседей и попрошу их починить свои ограды и заборы. А потом мы попробуем навести порядок в огороде». «Думаю, достаточно будет просто еще раз посадить мою тефтельку, но только в горшок на окне», – добавил Финдус. «Не вижу ничего полезного в этих овощах. То ли дело, тефтелька!» Вот такая история произошла с котенком и его хозяином Петсоном. А сейчас, дорогие мои девочки и мальчики, вам пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны. До свидания. Спокойной ночи.